Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас такая тема, волнующая многих, потому что подписчики пишут мне и просят снять и рассказать, чем отличаются штекерные руточки для подсачника от телескопических, в каких ситуациях ту или иную выбрать. В общем, рассказываю. Телескопические, как правило, максимально недорогие рукояти, потому что сделать их не так сложно, как штекерные. Их плюс – это цена небольшая, как правило, они мощнее, надежнее, чем штекерные подсачники, которые к себе требуют менее бережного отношения, чем штекерные. Их минус – это фиксированная, по большому счету, длина. То есть, если вы купили трехметровую, у вас только на 3 метра, и никак иначе. Если вы ловите, где вам нужно 2 метра, вы, соответственно, ее никак не сделаете. Теоретически, можно, конечно, снять колено и ловить более укороченным удилищем. Но при таком раскладе у вас должно быть колено, практически это, за которое вы будете держаться, таким же прочным и жестким, надежным, как и комливая у телескопической ручки. Но тогда здесь сразу возникает вопрос. Если такое оно будет, это колено, то сама рукоять вся в полном сборе у вас будет весить очень прилично. И работать с ней будет достаточно непросто в подсачивании рыбы. Особенно, когда приходится хотя бы немного рукоять с головой передвигать под водой. Понятно, что гоняться за рыбой в воде никто не будет. Это неправильно. Абсолютно нужно в рыбу подводить к голове для подсачика. Но все равно какие-то передвижения подсака, под водой мы делаем. И вот если эта ручка еще тяжелая, а, как правило, тяжелые ручки, они часто именно телескопические, бывают шланговыми. И получается так, что вы, скажем так, подводите, да, и ручка выгибается дугой. И, соответственно, невозможно ничего сделать, плюс вес. Поэтому вот это минус ручек телескопов. Да, значит, штекерные рукояти. Плюс сразу же огромный и большой. Как правило, все, ну, большинство штекерных ручек, я здесь разложил, кое-какие показать просто, да, они делают так, чтобы вы могли управляться нужной длиной всегда. Вы смогли сделать из длинной ручки любую длину, которая вам нужна. Ну, вот у меня, допустим, мавер-каптюр 4,5 метра. Соответственно, я могу снять вот этот комель и работать ручкой короче. Соответственно, я получаю фактически, вот у меня 4 колена, видите, то есть я фактически получаю из одной рукояти сразу 4 длины. Видите, вот я могу вот такой укороченной работать, она достаточно прочная. Могу одеть, да, ну и понятно, что из кадра выйдет, но она жесткая абсолютно, не гнущаяся жесткая, мощная силовая ручка. То есть здесь у меня получается 2 колена, да, нужно. Нужно третье, соответственно, я подсоединяю третье, нужно четвертое полную длину, я 4,5 метра получаю. Здесь, соответственно, у меня в каждом колене усиление для того, чтобы нагрузка, ну, соответственно, она выдержала, да, плюс еще колено-мама, соответственно, вот это то, что наставляется, да, здесь тоже есть усиление стыков. Поэтому, скажем так, штекерная рукоятка большой плюс, как вы видите, вы получаете в практически любую длину. Вот я и пользуюсь для ловли карпа, вот этой модельку Каптюр, потому что не знаешь, где сядешь на водоеме, и нужно будет, когда ты с мостика ловишь, нет смысла 4,5 метра раскрывать, да, я беру там 2 колена. Когда с лодки, допустим, да, караська или еще кого-то, мне достаточно вот такой, все, больше ничего, небольшая голова, да, поэтому, ну, вы поняли, это плюс. Минус штекерных подсачников, как правило, это цена. То есть штекерные подсачники, чтобы их сделать мощными и прочными, они тоже должны весить прилично. Чтобы им весить мало, нужно, чтобы там применялся достаточно дорогой уголь. Чем уголь дороже, как мы знаем, тем он хрупче. Поэтому, скажем так, даже вот в моей фирме Сабанеев мы выпускали модель подсачника, так называемую Фотон Лендинг. Ручка была сделана из максимально дорогого карбона, то есть она была жесткая и очень легкая. Ну, соответственно, очень хрупкая. Поэтому ни о каких карпах на эту ручку и речи быть не могло. То есть она соблюдала жесткость полностью, то есть она была очень жесткая, она никакой шланговости на ней не было, но при этом она требовала к себе очень бережного отношения. Как правило, ее покупали спортсмены, которые ловят небольшую белую рыбу, подвесчика, плотву, там, леща и так далее. Если делать ручку штекерную более надежной и при этом сохранять жесткость, да, соответственно, мы будем увеличивать толщину стенок, ну, это уже такие технические моменты, либо конусность и так далее. Но все равно в любом случае это приводит к удорожанию. Поэтому, скажем так, рекомендации, что штекерная ручка там некоторые пишут только на карпа, но такого нет абсолютно, да, как и телескопы. Просто я вам описал, скажем так, двумя словами плюсы-минусы, поэтому с моей точки зрения должна быть вот для любительской рыбалки золотая середина. Если для меня в... я еду, допустим, за карпом, за лещом на одно и то же место, где я знаю всегда, что у меня там, ну, допустим, трехметровая ручка, я пользуюсь, мне не нужно как-то там собирать, разбирать дополнительно, то есть я беру вот такой телескопчик Саванеев Мастер. Да, она надежная, простая, недорогая абсолютно. За две секунды я ее разбираю, выдвинул, нацепил голову. Кстати говоря, какую голову подобрать, да, и какая голова лучше, какая хуже, я обязательно... этот ролик выйдет, я его сниму, смотрите на канале, он будет обязательно, потому что тема действительно очень важная, и там есть тонкости, которых по какой-то причине многие не знают. Значит, поэтому, скажу так, если у вас рыбалка в разных местах, если вы меняете эти места, если их много, то мой совет, чтобы сэкономить, все-таки берите штекерный вариант ручки, и вы можете спокойно подстраиваться под любое место, делая из него любую длину, да, но при этом имейте в виду, что далеко не все штекерные подсачники позволяют из себя делать, скажем так, три в одном или четыре в одном. То есть есть штекерные подсачники, которые, за колено которых, да, серединные колена держаться нельзя, и использовать их как комливые тоже нельзя, вы их просто продавите, и они будут тонкостенными. Но при этом такие штекерные подсачники, они, как правило, дороги. Поэтому, скажем так, мы убираем здесь вот эти плюсы и минусы, они нивелируются. Если у вас конкретное место, то совершенно спокойно можно сэкономить, взять одну длину подсака, например, там вот, я чаще пользуюсь четырехметровым для ловли леща, платвы и так далее, для фидерной ловли, для маховой ловли, то есть под... Здесь же меня спрашивают, какую длину подсачника выбрать. Ну, смотрите, для фидеров в 90% случаев ручки четырехметровой или три с половиной вполне достаточно. Исключение это... Вот у меня, например, исключение АК, высокий берег, где нужно... где рыбку подводишь на фидеры и нужно с берега вниз как бы ее подсочить и вверх поднять уже в голове. Я вот здесь применяю пятиметровый. Второе место, это где малая глубина, там 20, грубо говоря, 30 сантиметров, и уходит далеко, да, такой поливчик очень длинный от берега идет. И, соответственно, чтобы рыбу подвести, чтобы она не легла просто на дно около берега, если у вас короткие... короткая длина подсачника, да, ручки для подсачника, соответственно, здесь нужно ее подсочить, взять в голову далеко от берега. То есть здесь вам пятерка тоже нужна, как, ну, необходимо просто, да. Но это исключение, да, в 90% для меня четырехметровой ручки для фидера, да, три с половиной, четыре вполне достаточно, и я закрываю им, ну, практически все свои варианты. Трехметровая для фидера, да, ну, соответственно, точность также по условиям. Это если вы ловите с мостика, если у вас берег и глубина сразу идет от берега, достаточно приличная, там бетонные какие-то плиты вы словите, да, или просто, ну, с песчаного берега, где сразу идет глубина, и где можно на ближнюю достаточно дистанцию рыбку подвести. То есть здесь можно трехметровый смело брать. По поводу баллонки маха, матча, да, и так далее, то есть давайте вот примерно все одинаково. То есть там на примере маха я вам скажу, применительно ко всем остальным. То есть для 5, 6, 7 метров ручка должна быть трехметровой. Ну, соответственно, 6-7 метров махи, да, баллонки, матчи, ну, такие вот, да, 390-420, если мы по мачевкам берем, вот, по баловкам, повторюсь, 6-7, это трехметровый однозначно. Значит, восьмерка маха, это либо семерка баллонка, часто можно использовать 4-метровый подсачник. В принципе, для девятки тоже 4-метровый подсачник. То есть, как вы поняли, что про 5-метровый я для маховой ловли не сказал. То есть у меня есть махалки даже 10,11 метров, но даже на них я использую ручку 4-метровую. Да, пятерка, это уже исходя, как я выше назвал, только из условий, потому что 5-метровые ручки, они все-таки тяжеленькие, да, и еще голова на том конце тяжело управляться, вы же будете одной рукой это все делать, да, подсачивать, да, потому что у вас другой рукой удилище. Поэтому, скажем так, пятерка, это вот персонально для тех мест, на которые остальных просто длин не хватает, а не выбирается, она персонально под удочку, нет. То есть, как я сказал, 8-9 метров четверка, 5-6-7 трехметровый подсачник. Ну, соответственно, по штыкерам то же самое. Обязательно не имейте в виду, я вот часто делаю анонс о том, что мы даем бесплатные запчасти, это так, вы посмотрите по новостям на сайте Multifish, посмотрите ролики в YouTube-канале, где мы анонсируем, я лично анонсирую раздачу бесплатных запасных частей под все удилища, купленные у нас, даже если вы сломали их по собственной вине, ну, неосторожности, да, или кто-то вам сломал. То есть, мы раздавали нам на спиннинге Major Crafts, Zetrix, Lucky John и тому подобное, Fidera, Salma, Fider Concept и прочее. То есть, уже всего не перечислились. То есть, акции уже идут долго достаточно, и в том сезоне шли, да, и дальше мы их планируем делать. Но я как-то упустил тот момент, что ручки для подсачника, они тоже вроде как, ну, к удилищам их не отнести, но их, скажем так, к аксессуарам тоже. Поэтому давайте, когда кто у нас покупает ручки для подсачника, то или иной фирмы, мы точно так же предоставим бесплатную запасную часть для покупивших у нас эту ручку, либо удилища, да, соответственно, любое, маховое удилище, баллонское, карповое, там, спиннинг и так далее. Условие 2. Это удилище должно быть куплено у нас, ну, условие для получения запасных частей, да, и второе, это обязательно человек должен быть подписан на странички магазинов в социальных сетях. Обязательно это YouTube, Telegram, ВКонтакте и желательно Instagram, Routube и Facebook. Второй момент. Это бессрочное. Также всем подписчикам и купившим у нас мы даем бессрочную гарантию на удилище, купленное у нас на весь срок службы. То есть, если что-то случается, это заводской брак, то, соответственно, мы вам меняем колено, отдаем деньги или это ремонтируем, ну, то есть договариваемся с вами, как это вам удобнее будет. И третий момент. Это гарантия на ремонт. Бессрочная абсолютно. То есть, если наши подписчики к нам приходят и приносят какие-то свои удилища, купленные не у нас, мы их, во-первых, ремонтируем максимально недорого, и второе, это мы даем бессрочную на весь срок службы гарантию на место этого ремонта, что оно там не сломается, если вдруг что-то случается, мы, естественно, делаем это бесплатно. Как гарантийный случай, наверное, наш. Сервису нашему 20 с лишним лет. Мастер работает один и тот же все 20 с лишним лет. Рекомендации только положительные. Со всей России шлют в ремонт удилища, потому что это максимально дешево и максимально качественно. Минус этого один срок ожидания ремонта 1-2 недели. То есть, меньше мы никак не можем сделать. В общем, все сказал. Всего вам доброго. До новых встреч. Обязательно покупайте Multifish и подписывайтесь на социальные сети. Субтитры сделал DimaTorzok